Ну и пользуясь случаем для жителей республики, еще раз повторяю, что не я это придумал, это Всевышний так определено, что ни один преступник не уходил от этого. Рано или поздно он отвечает. Если не он, если мы внимательно слушаем наших имамов в мечетях, наших священнослужителей, то если не он сам, то его одно, второе, третье, седьмого поколения все равно кто-то ответственность за это понесет. Для молодежи. Вы со школы вместе растете, в селе вместе растете, все, каждый друг друга знаете. И вдруг один, который был не лучшим в школе, не лучшим где-то в жизни, один где-то там попался в свете кого-то, и он начинает потом ходить и с вами вести какие-то такие разговоры. Ну вы сперва посмотрите на него, посмотрите на его след, посмотрите на его семью. Почему вы себя не уважаете слушать таких людей? Ну если себя не уважать, уважать своих родителей, свой тейп, в конце концов, своих предков. Ну что вы, кого вы идете на поводу? Здесь, когда вот эти люди ходят среди вас, пытаются вам мутить мозги, надо просто посмотреть, понять, кто у него есть такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!